Здравия будь, Яросвет! И тебе здравия, мыслим, словам и делам твоим, Вадимир. Рад тебя видеть и слышать. Да именно. Благодарю за возможность ответить на вопросы наших слушателей и раскрыть тему. Благодарю тебя за прошлые эфиры, было очень интересно и познавательно. Благодарим тебя также за то, что несешь смысл нашего родного языка нам и подвигаешь быть строителями нашей родной державы. Благодарю. Благодарю. Ну и такой вопрос сегодня в связи с теми действиями на Украине. Скажи, пожалуйста, как по-твоему у новых, вот этих молодых республик, история которых зарождается на наших глазах, есть ли особенная возможность, и в этом смысле не в лучшем ли положении, они находятся даже по отношению вот к нам, россиянам, живущим в Российской Федерации, возможность начать вот этот новый путь родового государства, при котором, скажем, представители власти уже как к родным относились бы к нуждам и чаяниям самого народа. Вот именно того, чего сейчас вот не хватает нам, вот не в лучшем ли положении находятся они? Вот что ты можешь сказать по этому поводу? Благодарю за вопрос. Другие и другини, князья и княгини, братья и сестрицы, цари и царицы, кто мы от века и ныне? Боги и богини. Да пребудут с нами души наших предков, и да хранят нас все боги, которых наши предки славили во все времена, и да воздадут они каждому по чистоте его мысли. А мысли наши чистые, слова наши праведные, а дела наши благостные. Во имя рода, на благо рода и на славу Богу. Событийность, происходящая сегодня в русском мире, она, с одной стороны, может рассматриваться как гражданская война, ну, в принципе, не просто может, она действительно идет, гражданская война в русском мире, когда брат пошел на брат, а с другой стороны, есть меры понимания, а кто стоит в противостоянии друг другу в данном случае. И тут мы видим, что идет война не просто реально живущих людей, да, а идет война смыслов будущего человечества. И уже мы в прошлом столетии проживали, ну, наши предки непосредственно, да, были участниками двух великих войн, когда Запад шел на Русь, на Россию, на Советский Союз, и стремился, скажем так, поработить, опять захватить земли, поработить наших предков, с целью только исключительно личного благополучия, то есть за счет нас увеличить благо для своих телесных структур. И на сегодняшний день все повторяется в очередной раз. Другой момент, что сегодня многократно превышены возможности в информационном обеспечении, скажем так, о своих действиях, и поэтому длительное время Запад не скрывал своих намерений. Вот, и всем известна доктрина Далеса, которую претворяли же с 1949 года, в принципе, активно начали против жителей СССР, всех народов, коренных народов. Но самым главным было, безусловно, это подорвать дух русского народа, подорвать жизненные силы его. И один из планов, которые там прописывались, один из планов, это подменить им ценности, их родные ценности, на другие. Ну, соответственно, которые не являются родными для нас. И вот в этом плане после развала СССР длительное время, несколько десятков лет на территории Украины шла активная информационная работа по изменению смыслов родных ценностей среди населения не только Украины, и, конечно, и на территории России, безусловно, все это и продолжает действовать всевозможные, ну, пятая колонна, скажем так, и инших структур этих всех. Но на Украине происходила особая такая, ну, скажем, работа по отказу человека, чтобы человек, молодые ребята, девчата отказывались от своего наследия. И то есть, будучи сами по определению носителями русского языка, ну, скажем так, современного диалекта украинского, вот, эти люди отказывались своими умишками, шаунишками, вот этими, благодаря этим программам информационным, уменьшим, люди, сознание людей принимало решение отказаться быть Русью. А это, друзья, скажем так, встать на путь предательства своего родного дома, своей семьи, своих родителей, братьев, сестер, и детей, в общем-то, своих потомок. И, безусловно, на сегодняшний день вот эта такая война смыслов, она вышла на пик своего, скажем так, проявления. И то, что льется кровь сегодня, а мы говорим о чем, что кровь это не водится, чтобы так просто проливать. Но в силу того, что сегодня эта кровь льется, то мы рассматриваем мою перспективу дальнейших событийностей всевозможных. Мы выбираем путь того, что, друзья, Россия беременна Руссией. Русский мир беременна Руссией. То есть как явление государственного формирования русского народа, который, как и во все времена, готов проявить лучшие качества русского духа, русской мысли, русского слова и русской славы дел своих во имя блага всего человечества. И в первую очередь тех народов, которые, как и ранее, готовы будут вместе с русским народом объединиться в семью родных народов. И уже на новом качестве проживания с позиции открытия сегодня родных смыслов, родного живого слова, обрести эти смыслы и уже на базе этих смыслов двигаться дальше, как мы говорили в наших ранних беседах, к Богу человечеству. Когда каждый один взятый человек осознает себя явлением рода лучшего на планете Земля, когда он осознает, что, будучи разумным человеком, его путь – это быть, стать и быть Бога человеком, живущим с царем в голове. Об этом мы уже говорили ранее, я сегодня по этим словам не буду раскладывать, делать это можно другие наши беседы, посмотреть. Мы вернемся сейчас к тому, что происходит на территории русского мира. Итак, что мы видим? Управленческая элита Российской Федерации на протяжении 30 лет активно работала по посылам западных спецслужб и их идеологии. На отрыв от народной массы, на то, чтобы народ не воспринимал этих управленцев своими родными управленцами и, соответственно, ненавидел этих людей, которые находятся в системе управления, в областных структурах формирования, псевдогосударственного формирования. Я сейчас делаю акцент на том, что там, в этих системах управления в Российской Федерации, люди, так же, как и мы, каждый из нас, в свое время просто оказались обманутыми. Обманутыми, проходили свой опыт определенный. И вот на протяжении 30 лет сегодня выясняется, что оказывается, люди, которые оказались в преступной системе управления, на верхах, так сказать, не нужны ни народу, в том качестве, в каком они пребывали 30 лет, так же они не нужны и Западу, который их готовил для того, чтобы они превратились в вот этих никчемных существ. И вот сейчас стоит вопрос, важный вопрос. Эти управленцы, они осознали, они поняли, в каком качестве сегодня они выглядят перед своим народом. и дошли ли они до понимания, что надо развернуться к народу лицом, обратиться к народу для того, чтобы совместно с народом сотворить благо общее для всех, как для тех, кто управляет, но в первую очередь для тех, кто доверил им управлению. И вот сегодня, сегодня вот эта событийность, значит, пролитие крови, реальной крови, потеря жизни сотен человек и тысяч человек, она должна, не должна пройти впустую, скажем так, и оказаться никчемной событийностью. Вся эта священная кровь нашего рода, пролитая на полях этих сражений, она должна, скажем так, пролита быть не зря, как с той, так и с другой стороны. Это, понимаете, это опыт нашего народа сегодня. И мы должны сделать выбор, мы за какое будущее после этих сражений, за то, как было и к чему все это привело, или мы должны сформировать в своем сознании готовность быть участниками и строителями нового качества проживания. И не только в отдельно взятом народе, но, соответственно, и всего человечества. Мы способны это сделать, друзья, благодаря сегодня открытию смысла, благодаря космическим процессам и благодаря тому, что большое количество сегодня, друзья, большое количество на всей планете людей, которые занимаются все равно, у них открываются новые возможности, новое видение, новые связи с высшими структурами космической иерархии света. И сегодня эти люди говорят, открыто говорят, что, ребята, нас ждут большие изменения, но мера кровавости глядущих событий зависят исключительно от каждого из нас. И в первую очередь, друзья, от каждого человека, который самоопределяет себя представителем русского мира. И, друзья, мы говорим о чем? Есть процессы внешнего хвана, глобальные процессы, но все эти глобальные процессы, они складываются исключительно из множества соучастников этих процессов. И как была такая одна интересная фраза, сейчас я не помню, кто сказал, но сказал там уже человек, когда выходят на поле битвы два войска, то надо выбрать, на чьей стороне ты стоишь. тогда у тебя есть возможность выжить, если ты встал с троги. Но если ты готов быть травой на поле сражения, то тебя вытопчат и те и другие. И мы говорим, друзья, о том, что вот в этот месяц, буквально в марте месяца, так складывается космическая ситуация, что выбор сотен и тысяч людей быть воинами света, обережниками, творцами обережника, родной матушки земли, то есть людей осознанно, осмысленно выбравший путь строительства царства божьего на земле, державного строя у русского мира. Вот эти тысячи людей, десятки тысяч, сотни тысяч, все будет, опять же, мера кровавости грядущих событий будет зависеть от того, сколько сегодня людей способны быть и взять на себя ответственность, стать в строй строителей родной державности. но, друзья, внешние формы проявления невозможны без осознанного участия своего внутреннего выстраивания своего внутреннего мира. И здесь мы говорим о чем? Что в первую очередь сегодня, что бы ни происходило на Украине, какие бы там процессы сейчас ни происходили с политической точки зрения, как внешняя вот эта вот ширма, вот эти вот ну, как в театральном композиционном построении какие-то картинки нам иллюстрируют, мы должны помнить главное. Мы кто в этом разыгрываем спектакль? Актеры, зрители? Или мы, друзья, сценаристы, но не этой бонии, а того, что нам, скажем так, не нравится, что происходит. Мы к этому не стремились, но мы вынуждены сегодня быть соучастниками этих событий, будь ты на поле боя или где-то за тысячу километров, что ты делаешь там за тысячу километров? Охаешь, ахаешь? Или осознанно, осмысленно выстраиваешь целеполагание будущего развития событий во имя рода, на благо рода, на славу рода. Яросвет, разрешил вопрос. Да, конечно. Вот есть такое понимание вот из всей этой ситуации, что образно сказать, против одной семьи, одного рода, сказать, один злоумышленник, враг, будем говорить так, этой семьи, решил поссорить, истравить брата с братом. Очевидно, что потом с оставшимися, или с оставшимися, которых, у которых станет меньше, разобраться уже ему было легче. Но получается, что семья эта дала себя в управлении, внешнему управлению. Эта семья не принимает решения самостоятельства, самостоятельно, она доверила управление собой, сказать, третьему, получается, лицу. Так вот, возвращаясь от аналогий, как мы можем вернуть вот это вот государство, то есть наше правительство, подотчетность источнику власти, то есть народу? Я понял вопрос. По моей мере понимания мы способны это сделать при одном условии. Повысить меру понимания своего предназначения и участия в событии. Если рассматривать вот твоей подачи, да, вот этот весь момент, это одно, как бы сказать, вот такое, это имеет право место быть при условии, ну, скажем так, что люди задумываются над тем, что они смотрят на внешний мир, на мир яви, и не предполагают, некоторые просто не предполагают, что они глупые, а просто у них нету этих мер понимания. Как было сказано товарищем Кризма Привуковым, о том, что многие вещи нам не входят в круг наших понятий, не потому, что мы глупы, а просто мы, то есть многие вещи нам непонятны не потому, что мы глупы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий. И вот сегодня надо в свое сознание каждому из нас вернуть главную меру понимания, что процессы внешнего происходящего событий в семье, значит, на работе где-то, вот масштабных таких административных территориальных единиц, да, или, например, глобальные политические процессы, они происходят исключительно посредством того, сколько людей себя сознают и понимают как участники этих процессов с какой позиции. Мы либо есть явления рода Вышнего как космические, как участники космических событий. И мы понимаем, что все происходящее по-своему, по большому счету, это уроки для нашей души, в первую очередь, а не столько для тела. Ведь поймите правильно такую вещь, что тело как приходит в этот мир, так оно и уходит из этого мира, оно живет одну жизнь. И ум тела точно так же живет только одну жизнь. Но он беспокоится исключительно о теле. А вот когда у человека нет представления о том, что у него есть душа, имеющая разум, эта душа приходит в этот мир и получает здесь тело как инструмент для того, чтобы наполнить свое тело светоносностью, вот когда этого нет понимания, то эти плачи, стоны, и вот эти войны, обираловки, грабежи, прочее, прочее, это идет исключительно игры ума. И, к сожалению, западный мир, лишенный образности, смыслов родного русского слова, они безобразно живут, по-нашему безобразно, они ведут себя безобразно, потому что они ведут, то есть они живут безобразно. И в этом плане мы их можем понять, но мы не должны позволять им, значит, при нашей жизни, вот в этой жизни, находясь, когда душа наша находилась в теле, не должны позволять им создавать событий, в которой мы будем терять свою светоносность, на их нежелание жить красиво их тела. И вот здесь уже мы говорим о чем, что есть понятие иерархии света. И от того, насколько отдельно взятый человек, каждый из нас, способен осознать себя как пришедшим светом сюда и творящим свет здесь, от этого зависит как раз как будет разворачиваться вся события. Ведь род вышний, батюшка небесный наш, все бог. Он ведь отец нам. И он с нами играет в те игры, которые заказывают его дети, то есть мы. Нам нужны эти игры, которые сейчас происходят на Украине. Мне лично они нужны. Да я и думаю, большинству людей однозначно не нужны. Согласен. Вот другой вопрос, другой вопрос, все-таки почему же, или скажем так, а зачем там происходят эти события? В моем понимании это однозначно там люди проходят, ну души проходят свои жизненные опыты, ну как бы приобретают опыт, отрабатывают наработанные в прошлых жизнях проблемы, скажем так, которые не сумели отработают в прошлой жизни. То есть с точки зрения души это происходит просто уроки. С точки зрения тела это больно, это кровь, это смерть, это ничто потом, когда тело закапывает. А мы говорим о чем? Что мы были, есть и будем, что в телах наших дедушек души наших дедушек. И от того, как что мы передаем своим детям, как потомкам, как предкам своим, которые приходят сюда в этот мир. Что мы им передаем? От этого будет зависеть, а что они нам потом передают? Что они приумножат? Славу рода или чернуху, скажем так, бесчестие. Поэтому на сегодняшний день вот происходящие события на Украине с позиции вот этого крабового пролития, на какой бы стороне стояли сегодня эти ребята, при всем раскладе, это урок нам всем. Они льют свою кровь, чтобы мы сделали правильные выводы и не допустили в дальнейшем распространение этого кровопроводения на большее пространство. И, соответственно, приняли решение, выбрали другой бутер дальнейшего развития. Человечество, опять же. Но человечество не способно, то есть все народы, которые проживают за рамками русского мира, а у них нет возможности, у них нет возможности, скажем так, совершить самостоятельно путь вот этот вот благости для всего человечества. Это может сделать только русский мир вместе с ними. Но русский мир должен дать пример, как это должно сделать. И народы, те, которые, скажем так, духовность сохранили в своей повседневной жизни, и, первое, восток, безусловно, в большей мере сохранил эту духовность. Вот эти народы, Китай, Индия, все другие восточные народы, ну, и многочисленные, эти народы ждут, когда русский мир покажет пример. А мы можем это сделать исключительно на базе смыслов русского языка. И на сегодняшний день я со всей ответственностью заявляю, что мы в состоянии совершить то, чего ждут от нас эти народы. Опять же, исключительно, вот только мера будет разведить всего последующего событийности, вот эта мера кровавости будет зависеть от того, насколько мы сейчас и какой сделаем выбор. на сегодняшний день правительство Владимир Владимирович Путин сегодня высказал, ну, скажем так, его было выступление такое, скажем так, ну, в определенной степени душевное выступление, когда он говорил о героях, папших на полях сражений, приводил примеры, значит, ну, и, но при этом, соответственно, вот в этом разговоре присутствовало два таких момента, это, скажем так, героизм на поле боя, и потом деньги, которые будут там кому-то вручаться, и, понимаете, вот тут стоит вопрос в этой ситуации, вопрос стоит не в плане того, плохой или нехороший Владимир Владимирович Путин, вопрос, вот парадигме этого мышления, замыслям мышления, и так получается, складывается, для русского человека, вот эта постановка в такой речи, в таком виде, она складывается так, что вроде бы что-то, ну, мы должны поправить положение нашей финансово-семейное, кого-то умирать отправить куда-то, неважно куда, опять же, то есть, вот этот момент, вот этот момент, он сейчас показывает просто-напросто, что в системе управления пока еще, скажем так, ну, наверное, не дошли до полного понимания событийности. Вместо того, чтобы обратиться к русскому народу сегодня, заявить, что мы готовы, друзья, сотворить державу русского мира, а это бы слышали и те украинцы, которые там, на той стороне, ведь проблема заключается в чем, почему тех ребят, которые стоят на противоположной стороне, скажем сегодня, вот, почему их, им, они стоят, скажем так, тоже за свое право и дело. Это как была война в Чечне, в Орехе, как сказать. Ведь чеченский народ защищал свою территорию. От кого защищал? Они давали зайти туда, кому? международной мафии капиталистической на тот момент. Они хотели просто-напросто, ну, пусть кланово, семейное кланное, но родное сидело. И это было чеченком понятно. А наши ребята, за что там кровь лили? Нам говорили за сохранение территории, все верно, проще, проще. Да. Но вопрос, а что там происходило? Кто был прав? И в данном случае вот этот посыл, значит, вроде бы сохранять территорию РФ, а на самом деле получалось, что чеченцы были правее с позиции того, что они не хотели, чтобы туда к ним приходили вот эти финансовые структуры. Ну, западные, собственно говоря, американские и прочие. и на сегодняшний день на Украине тоже стоит вопрос, а кто дальше будет там вылить? И вот сейчас мы подходим уже к моменту того, что на сегодняшний день сейчас Россия, ну, руководство Российской Федерации, правильно сказать, Российской Федерации, значит, признало две республики, Луганскую и Донецкую Республики. Отдельно взятые формирования, государственные формирования, которые на сегодняшний день не входят в Российскую Федерацию, как Крым, они пока не вошли, они не входят в Белоруссию, там не знаю, пока или как там, вот, и при этом они уже как бы признаны, что это не территория украинского государства. для меня это понятно с позиции политических всех этих аспектов, предысторий всех этих, опять же, политических, как, какие, когда государства появлялись. Для меня важно сейчас, во что выльется по системе управления вот эти республики, сумеют ли там люди, которые проливали длительное время свою кровь, и которые имеют богатый опыт, друзья, на месте по формированию народа власти реально. Сергей Танилов и же с ним соратники Радовичи очень большую работу провели на территории Украины, поднимая вопрос самоуправления, громад местных управленческих структур, народных структур. Именно поэтому, когда там волна поднялась, значит, вот народа власти, именно поэтому там срочно произошел Майдан и завязалась война как раз с Угарском и Донецкой областями, на тот момент находящиеся в составе украинского государства. И вот на сегодняшний день получается, что какие там будут флаги, будут ли там флаги, как сейчас в интернете по настранству нередко можно встретить флаг ЛНР и ДНР, где написано Луганская Русь и Донецкая Русь. Или этих надписей не будет на флаг, а просто будет Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. Но, друзья, Русь и Республика несовместимы понятия по определению. Русь это либо царство, с чего желательно державного флага. И вот в этих смыслах, если мы говорим сегодня об этих смыслах, если там народ способен будет эти смыслы поставить во главу угла своей системы управления государственного формирования, тогда мы будем говорить о том, что Русь начинает свое проявление и, как говорится, родовые схватки, то, что сейчас происходит, кровь проливается, они имеют место но тогда Русь родится в новом своем качестве. Но от нас это получается независимо. Если этого не произойдет, соответственно, то есть на какой-то период пока временный не сумеет это произвести, народ не сумеет это на этапе, то будут другие последствия, о чем опять же сегодня многие говорят, что мы стоим на пороге, скажем так, на пороге мы стоим и выход в одну сторону или в другую, либо выход на пороге Великого Шухера все стоят, особенно Запад, у них там однозначно это уже будет. А мы стоим на пороге Великих Открытий и Свершений либо тоже можем коснуться туда, в этот Шухер, в чем мы сейчас потихоньку принимаем участие. Поэтому да. Ну, а какие шансы у народа как источника власти вернуть под отчетность свое собственное правительство, которым своим собственным он давно уже не является и уже отделилась от своего народа и живет собственно собственный отдельный от народа жизнь. Какие есть шансы? Шансы у нас у нас шанс ну скажем стопроцентный. Вопрос еще времени и крови. Количество крови. Почему? По определению. Потому что изначально все процессы которые происходят вот сейчас в космосе они идут по принципу эволюции эволюции и то те структуры которые не будут соответствовать этим процессам космическим они просто напросто будут стираться ну как паразитарный опухоль скажем так мы мы сегодня состоим ну стоим на позиции того что нам не нужна вообще кровь ну понятно что как бы есть определенные событий бытовая там бывают там какие-то природные конечно бывает кто что заработал но вот в масштабах каких-то военных действий русский мир никогда не стремился к тому чтобы ходить кого-то косить там как говорится подряд и что там у них забирать мы все время ходили освобождали и возвращались на свои земли да именно ну ну но при этом те кого освобождали они потом начинали кричать что слава богу что они освободились от нас вроде как ну там вот эти измененные сознания при отсутствии образности их языка опять же это вот ну просто проблема в том что у них вот такая система сигнальная информация передачи информации и опять же это тоже космический процесс тоже для душа развития чтобы с них меньше спрос чем с нас за определенные одинаковые действия а вот то что у нас дальше событий мы говорим о чем что духовно родовая держала Русь она как минимум двухплан состояния это небесный план и земной план небесный он был есть и будет всегда земной план мы сегодня благодаря космическим процессам мы сегодня имеем возможность говорить об этом раскрывая через смысл показывает как это можно делать спокойно всем нам дружно каждому из нас по совместимости и даже опять же мы обращаемся к тому что например я как глава правительства духовно-родовой державы и искусства смеется не понимает не понимает меня это вопрос интересует я просто занимаюсь тем делом которое я выбрал для своей жизни в своей жизни я просто понял что я пришел к этому строить державу царство божье на земле и жить и стремиться жить по божески я просто это осознал сегодня все больше людей это осознает то есть я не являюсь каким-то одним единственным и вот и все остальные какие-то никакие абсолютно нет таких людей сегодня все больше 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 пробуждается и более даже с более качественным знанием чем у меня поэтому у меня четкое меропонимание что ежели вот сегодня люди которые находятся в системах управления они заслужили тем не менее право войти в эти системы свой опыт жизни прошлой жизни либо они проявят его в лучшем качестве либо в худшем качестве но в первую очередь для самих себя и опять же мы говорим о чем телесные формы они еще сегодня могут какими-то там тешить свою мишка какими-то миллиардами где-то что-то лежащих на компьютерах где-то каких-то цифер где-то у них какие-то дворцы где-то никогда не бывали но у мишка тешится но друзья мы возвращаем к тому что душа подумайте о душе своей куда на чего она она с собой этого все не заберет а вы сегодня начинаете заявлять о том что кидайте говоря об этих денежных суммах которые вы готовы там семью компенсировать жизнь их родственника вы кидаете как бы так получается кость их интересным формам а о душе где речь вообще в данном случае со стороны управления я сейчас не ставлю целью заниматься с какого-то подрывной деятельностью что-то кого-то против кого-то настраивать я просто рассказываю процесс и об этом все разумные люди это все понимают о чем я в принципе говорю мы можем говорить разными словами кому-то что-то заходит вот так лучше вот этот образ кому-то так но мы сегодня на пути выбрав путь самосовершенствования своей души в первую очередь мы сегодня обретаем через смысл родного божьего слова мы обретаем силу смыслов а эти смыслы идут от рода вышнего и когда мы обретаем эту силу рода вышнего то это мощь которая стоит за каждым из нас к которой мы в принципе подключены и вот сегодня все больше людей включаются то есть включаются для принятия потока этой силы и соответственно разумного ответственного распределения этой силы в мире являет поэтому из того чем мы занимались державной право духовно-родовой державы Русь в свое время ну на этапах своего развития мы четко и ясно видим что буквально написанное отдельно взятое письмо просто письмо написанное значит печать подпись и разосланное во всем мире как предупреждение им всем чем это заканчивалось для них для всех это были неоднократные акты магии письма но опять мы тогда еще до конца понимали мы просто действовали ну как ну надо приходит ну сделаем все делаем а потом смотрели за процесс и потом стало понятно что то же самое с нами сделали ранее только иншие структуры они включили вот это вот скажем так ну черную магию темную магию письма когда куда ни приделись где надо расписаться в их документах по их правилам вот этим нас как бы взяли обман через письмо вот это вот эти формулы где мы должны были согласиться подписаться сейчас слава богам большой конечно людей опять же в русском мире работает на эти темы выявляет все это подноготным все это лжи кривды все это и мы сегодня на опыте произведенных действий в отношении нас и адекватно произведенных наших действий в отношении мы принимаем на сегодняшний день меру ответственности вот понимаете я со всей ответственностью о себе заявляю что до определенного момента в русском мире люди просто ждут сигнала скажем так ну или посыла на правомощность действий в области магии письма магии слова свыше потому что как бы мне не хотелось как бы тебе не хотелось кому-то еще чтобы все были счастливы это тоже не прокатывает это наше желание исключительно ну вроде бы что было бы хорошо быть счастливым но дело в том что счастье надо заслужить потому что счастье слово счастье это ну как смысл прощает а света частью надо быть человеку а для этого надо пребывать в состоянии радости достижения радости а чтобы быть в радости надо добро свершать добывать добывать этот свет эти все смыслы они в русском языке заводят мы их распаковываем сегодня выстраиваем вот эти вот логические цепочки смыслов обретаем силу этих смыслов и уже в данном случае как мы говорили обережные все фразы почему славянские молитвы на славян ну на как сегодня древний русский там славянский язык почему они самые рабочие потому что там смысл божественные и вот мы на сегодняшний день этими смыслами овладеваем и предлагаем всем безусловно всем буквально меня не не заботит на сегодняшний день в каком качестве ты сейчас человек пребываешь с позиции социума президент министр ты там дворник врач военный меня это не интересует меня интересует чтобы ты оставался человеком с большой бухг и ежели пока тебе что-то непонятно скажем так мы готовы на сегодняшний день оказать помощь в понимании этих смыслов каждому желающему и тогда уже человек обретя смысл самого себя своего проживания в мире как светоотносной светотканной структуры космической структуры в иерархии света чтобы этот человек осознал смысл своего поведения вовне и явил этот свет собой для окружающих на том уровне ну например системы управления где он пребывает и вот сейчас приходит такой момент когда ну бывала такая фраза что если человек занимает место то он должен ему соответствовать если это место его не обязывает соответствует то это же место его и убивает и сегодня вот Светлана Драгон по-моему я недавно слушал ее такой ну как бы астрологические прогнозы вот она говорит ну будет вот что-то как-то вот меняться вот оно по-любому оно произойдет но не просто все это так и так вот как бы около да около то есть звезды говорят что будет происходить вопрос как происходить а через смысл родного мы говорим о чем как это будет происходить а эти изменения будут производиться людьми которые пребывая в русском мире говоря с детства на русском языке пробуждаются в смыслах своего пребывания на планете земля опять же как стремящиеся к богу к человечности самих себе в первую очередь осознающие что они и цари и князья и витязи и они обережники творцы на различных уровнях своего определения в социуме в семье или ты в квартире где-то на производстве в армии не важно в системах управления государством как только ты самоопределился что свет в тебе и свет из тебя и значит ты в обереге свет то ты переходишь в формат обережника ты оберегаешь своими мыслями словами и тем планами именно это качество сегодня обретает наши соотечественники наши родовичи и пока это происходит ну скажем так местечко с позиции один два три там собрались поговорили там будет побольше где-то там до сотни может дойдет пообщаться все-все-все а это идут полевые структуры работают и то что сегодня на Украине происходит опять же возвращаюсь это скажем так я четко понимаю что это малая кровь которая надо быстрее конечно это все прекратить только вопрос дальнейшей глобальности пролития крови будет зависеть уже от того какой выбор сделать сегодняшние управленцы Российской Федерации от них зависит все потому что если сейчас вот перемирие которое закончится и Руси так и не будет с их сподачей не начнется подниматься Русь на всех территориях тогда включатся силовые потоки Выснего Мудрого Мироздания все эти вот западные все все вот эти все кто против Руси проявлял себя и готов дальше как бы проявлять они будут им будет не до нас вообще просто не до нас но здесь тогда здесь тогда к сожалению я этого очень не хочу и постараюсь с позицией призываю всех сделать так чтобы у нас этого не было чтобы у нас в стране не было того что сейчас происходит пока на Украине я просто этот год ждал по-своему с таким с опасением ждал просто 20 где-то 5-27 лет назад почему я говорю эту дату потому что вы сейчас поймете что смысл мне слился ссор значит что я со своими друзьями нахожусь на заочном обучении в общаге застолье там выпиваем закусываем значит и в тот раз какой-то ну уже темное время суток и кто-то забегает там бегите на улицу выбегайте на улицу мы выбегаем на улицу я поднимаю голову к небу смотрю а ну и всем говорю смотрите что там а там значит такая картинка разворачивается точка ну как бы звезды раскручиваются кручили веером вот эти звезды как вихревают потом раз картинка образ Божьей Матери ну как вот на иконах только не икона именно как вот Божья Матерь с ребенком на руках ну как с детем да вот и она уже говорит смотрите мы поворачиваем голову ну не помню там лево-право просто поворачиваем голову как бы и тоже опять вихревой поток и кольцо огненное ну область огненная и тигр прыгает сквозь это кольцо он прыгает и становится кроваво красным огненным потом вторая картинка разворачивается знак близнецов а потом разворачивается опять картинка и политическая карта центральная ну как бы Россия да и вот ну Волга там и прочее вот эти территории где-то там Татарстан Киркестан все связано и вот на фоне этой карты как бы документальный фильм показывают танки стрельба там рушится здание там и прочее почему я сказал потому что два скажем ну вот год тигра я ждал один потом второй и вот сейчас вот уже как бы третий срок подходит и к сожалению сейчас все что происходит я вижу что событийность она складывается вот таким образом что это возможно но мы в силах этого не допустить с позиции своей разумности ответственности а ну уж как уж люди начнут принимать вот это вот на себя ответственность быть кем быть зачем быть с кем быть ради чего опыт будет зависеть от событий на себя я знаю одно просто мудрое мироздание устроено очень мудро оно безусловно окажет все содействия чтобы на планете земля в конечном итоге после вот этих событий и разворотов всех при всем раскладе произошло то чему должно произойти в золотой век руси когда потихонечку золотой миллиард светоносных светотканных душ явит собой силу урода вышнего и планета земля как говорится очистившись от паразитарных структур будет светоносной такой же как и ну и должно изначально поэтому друзья вот еще раз говорю что сейчас зависит буквально от каждого из нас как мы воспринимаем происходящее и что мы воспринимаем происходящее на Украине либо мы это воспринимаем ну как приним глубоко к сердцу я очень с глубоким сочувствием просто проживаю определенные вещи но возможно понимание опыта своей души я это смотрю ну знаете друзья ну просто вот как с детьми все время работал вот смотрю что ну детишки там вот у Мишки Шаунишки там сейчас балуются друг друга так сказать косят по-своему одни так другие так но почему да потому что не обучены не научены теми кто их туда послал как с одной так и с другой стороны и вот на сегодняшний день возвращаясь имени отчества фамилии президента Российской Федерации Владимир Владимирович Путин я разрешаю смыслом данной записи в ладу с миром владеть миром пути наши но в ладу с теми кто готов с нами жить в ладу и у нас у русского мира нет врагов друзья но горе тем кто нас записал в число своих врагов по одной простой причине родом вышнем свыше предназначен и передана сюда на землю русская речь носителями которой мы являемся и на сегодняшний день мы не просто носители как передаточное какое-то звено а мы сегодня обретаем родное живое слово как инструмент взаимодействия между людьми божественный инструмент и как инструмент взаимодействия между человеком сыном божиим и его родителям родом вышнем и живой матерью небесной и все это нам в помощь когда мы любящие своих родителей своих семьи как опять же родители земных и небесных мы стоим на страже интересов рода вышнего мы стоим на страже интересов рода земного человечества разумного на страже интересов своего народа на страже интересов русского мира своих семей и каждого из нас отдельности как представителей всех этих структур вот наша сила в чем эта сила она есть независимо от того скажем так насколько мы до какой глубины мы ее понимаем просто мы ее носители она за нами вокруг нас с нами она и кто-то конечно может быть небережно не всегда может бережно стесилась совладать но разумные и ответственные за свои мысли слова и дела бога человек живущий столем голове явятся основой и скажем так осью шестой расы русов как центр золотого миллиарда человечества разума поживающего на планете земля и тогда как бы по желаниям космических общества различных нашего русского космического общества тогда вот тогда мы войдем космическое скажем так содружество других цивилизаций но не из плана того что мы куда-то должны будем отправлять корабли и что-то там искать из каких-то минералов животных а просто мы войдем в взаимодействие посредством того что мы заслужим право открытия для нас каналов информационных напрямую связь об этом опять же пишут много фантастов и прочих ну как бы фантазии вроде бы какие-то и такие и такие книжечки но эта информация приходит не из бухты парах а просто человечество определенное время готовили к встрече с этими силами и вот чтобы скажем так мы заслужили право нам надо что начинать осознавать себя в состоянии служения иерархии света о которой ну я тут проговаривал и рассвет ну и в заключении совсем кратенько что бы ты пожелал нашим родовичам находящимся на Украине в их новом времени и в их новых возможностях этого времени естественно я в данном случае пожелал бы мудрости мудрости еще раз мудрости своих поступках действовать во имя рода на благородное и на славу в данном случае я еще раз возвращаюсь к этому моменту важного на какой бы стороне человек не стоял сегодня вот ну по факту политического противостояния именно политического противостояния и по факту пролития родной крови главное при этом чтобы он искренне искренне веровал что он это делает во славу роду своему только маленький вопрос ну такой нюанс маленький и а может и очень большой дело в том что те кто стоит на той стороне ну действительно стоят с позиции вот потому что заставляют там ребят там ну других погибать за их какие-то интересы вот те те кто отказывается быть руси они вне поля рода вышли потому что они заявляют что они скажем так ну еще не заслужили права быть руси их души они пришли им ну то есть они заслужили права родиться в поле русского языка но растеряется потеряли это право на дальнейшую видимость жизнь и вот здесь в этой ситуации вот те кто погибает сегодня ну именно души их не вывергиваются так и с тела вот кто открыто заявляет что они не руси неважно как они называют они стоят против руси открыто вот ну это просто вот опыт души их не такой пойдут там ну можете это следующий раз там там немцев поживут там сейчас может у вас какие-нибудь там воплотятся не вопрос то есть пожелаем Русью быть рожденные Русью должна Русью быть понимаешь хорошо благодарим благодарим я в данном случае именно сейчас вообще каждому независимо прямой ли он участник событий в окопе человек сидит либо где-то переживает в подвале в погребе заложниками либо вообще дистанционно на другом краю земли но переживаешь я сейчас в данном случае говорю о чем исключительно от того как человек сам определиться вот своим участием в данном действии какую информацию распространяет вот от этого будет зависеть его личные прижизненные потоки причинно-следственных связей и это особенно особенно это касается на сегодняшний день не столько прямых участников потому что когда идет взрывы там пыль свисят и прочее это одно состояние событий а вот когда люди значит сидят на кухне и начинают в семье спорить кто там правее левее и друг друга уже начинает пинать так сказать на этой теме вот здесь вот эта эмоциональность она недопустима ни при каких не пригодится обратитесь вот если ты прямо не готов ехать туда и участвовать на сегодняшний день то не надо здесь в своей семье создавать вот этот поток нагнетания эмоций исключительно освободить свое сознание от оков эмоций анальчин и довериться мудрости мироздания а это будет уже и обратиться я предлагаю вообще это естественное состояние нормального человека обращаться своими мыслями к высшим структурах к роду вышнему земле матушки славки и тех и других на сегодняшний день их предков славок это же наши все ведь сегодня наши братья сестры ну кто там на баррегатах друг друга уничтожают а ведь их отцы деды прадеды вместе сражались освобождали ну в массе своей освобождали эти земли от той вот как бы сказать иншей заразы обратитесь со славой вот к ним и тогда вот эти полевые структуры души предков услышав вас будут воздействовать на своих потомков в разумном ответствовании не допускайте эмоциональность не допускайте вот этих вот пустых инших ну иншего трепа этого всего прославьте род вышний род земной род человеческий и прославьте всех павших на этих кровавых ну в эти кровавые события не важно на какой стороне я стоял слава славу слава 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 а в потоке причинно-следственных связей мудрое мироздание расставит все на свои места исключительно от державного украины духовно-родовой державы я обращаюсь сейчас ко всем представителям силовых структур в первую очередь российской федерации белой руси луганской донецкой области и всех структур украинских вооруженных сил я имею право обратиться я так считаю просто элементарно потому что я считаю их родными для меня просто обманутыми в каких-то степенях я обращаюсь к вам друзья наше дело вернуть русскому миру родную власть наше дело вместе с вами выстроить родную систему управления государством которое будет царством божьим державного строя русского мира и мы это все мойдем спокойно сделаем несмотря ни на какие потуги пшиканья там вот этих всех там ну ищих структур забугорных и более того хочу сказать что народы ждут от нас этого и готовы будут помогать в светлом добром и славном и мы им потом в том числе в моем помочь более правильно разумно и ответственно выставить системы их управления не насаживать свою а просто помочь правильно более правильно более разумно выставить наше совместное действие ну и соответственно понять их духовный душевный уровень они ждут от нас а мы можем это сделать и мы это делаем а вот как бы глобальность и скорость вот этих процессов она просто зависит от того насколько каждый из нас готов сказать сегодня а ведь это важно я готов стоять и быть тем кто будет строить родную мешал слава роду друзья а мы его есть проявление слава нам творящим святого слава свету слова руси слава слава слава